Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И его семью от света энергетики, Мосэнерго Я напомню, как это было в 2002 году Разумеется, получить официальный комментарий пресс-службы РАОС России По поводу долга семьи господина Чубайса за электричество нам не удалось Да мы к этому и не стремились, честно говоря Это было бы не совсем этично Возможно, что у Чубайса просто временные финансовые трудности Зато журналистам момента истины удалось обнаружить другой документ Уникальный Господин Гвозман, один из заместителей, председатель РАО Под грифом «совершенно секретно» и со ссылкой на конфиденциальное поручение Чубайса Разослал региональным энергетикам письмо под номером 808 С требованием, внимание Направить лично Гвозману информацию о депутатах Государственной Думы России, избранных в их регионе Помимо биографии депутатов и их политической позиции Чубайс и Гвозман заинтересовались вдруг связями депутатов в бизнесе Их амбициями и, самое главное, шансами на переизбрание Скажите, вот такие документы, это не попытка из РАО создать некую политическую структуру А, возможно, и политическую партию с целью захвата власти Видите, выходной номер стоит, подпись Ну, он и дает Нет, ну, в принципе, у меня есть информация о депутатах Фамилия и имя отчества, день рождения Я им посылаю открытки на день рождения Конечно, но пункт связи в бизнесе вас, надеюсь, не интересует Амбиции и связи в бизнесе нет Мы собираем депутатов, рассказываем им о том, что происходит законодательство А зачем они все это делают, Александр, зачем? Это он не прав, мягко говоря Мягко говоря, не прав Я допускаю, что РАО и ЕС Знаете, как прокурору объяснили, они с Чубайсом, кто это сделал? Говорят, да секретарша у Гозмана сама отправила, да и все На девочку списали Как сложилась ее судьба, правда, не знаю, не проверял Можете посадили, черт его знает Это же карается закон За это люди должны отвечать, на самом деле Эл, я, Гозман Ну и чего удивительного? Уголовно наказуемое преступление Политический сыск Ой, ой, ой Ну и что это политический сыск? РАО Крупная корпорация в условиях отсутствия финансовой прозрачности Когда, что хочу с деньгами, то и делаю, в общем-то, строго говоря Естественно, она будет реализовывать свои политические программы Обратите внимание, что СПС нигде и никогда не обнародует полный список своих руководителей То есть? А у них Чубайс является сопредседателем партии Они страшно ратуют, чтобы бизнес был отделен от государства и от политической деятельности Хотя у них одним из руководителей партии является не то, что бизнесмен Руководитель государственной компании Да Главное амбиции и связи в бизнесе И шансы на переизбрание Нет, ну то, что службы, типа той, которую возглавляет Леонид Гозман Должны знать эту информацию о депутатах Ну, это, наверное, так Честно говоря, удивляет другое, что рассылается это По открытой переписке, факты рассылаются Крупная корпорация начинает подготовку к выборам 2003 года Вот вас не беспокоит этот факт, что РАО превращается, на самом деле, в политическую партию на наших глазах Цель – свержение власти президента Путина и захват власти в стране Президент Чубайс и тот, на кого он пальцем пока что И ясно, что РАО ЕС не будет оставаться в стороне от политической игры 2003 года, как минимум По всем Азербайджанам Иначе черт его знает Кто за какой ваучер потянет? Я думаю, что вот даже тут термин, видите, амбиции, какие связи в бизнесе Ну, скажем, амбиции у Анатолия Борисовича, безусловно, и есть И, естественно, коммунисты, получив свои 20% на выборах, а, наверное, они их получат Особо претендовать на власть не будут Даже в 1996 году, когда Зюганов почти дотянул до планки в 50%, по-моему, их сильно беспокоила возможность прихода к власти Не дай бог придется отвечать за страну Поэтому Зюганов тогда спокойно воспринял свое поражение, считая, что ниша главного оппозиционера его самоустраивает гораздо больше Если говорить, скажем, о правах, то там больше гораздо амбициозных людей, которые знают, как управлять страной, как им кажется И которые с удовольствием бы взяли на себя эту ответственность Вас не пугает, что РАО ЕС превращается в политическую партию на глазах? Отсюда сбор компроматов, о котором говорили Ну, конечно, конечно, пугает. Я уже давно и публично об этом говорю То, что сегодня, благодаря РАО ЕС, развивается союз правых сил Они публично заявляют о том, что четверть депутатов будущей Государственной Думы будет представлять союз правых сил На каких дрожжах все это растет? На деньги РАО Видимо, на деньги РАО На прошлой неделе в интервью Financial Times Чубайс заявил, что существует, я цитирую Опасность превращения России в полицейское государство Конец цитата Чубайс дал понять, что инициаторами подобного развития событий выступают близкие Путину круги Собравшееся в тот же день Всероссийское демократическое совещание Призвало СПС и Яблоко немедленно перейти в жесткую оппозицию к президенту Привычно заявляя, что в России нет свободы слова Что касается свободы слова, тут я на всякий случай промолчу, если можно Ибо просто не понимаю, какую такую правду поведал России за последние полгода канал ТВ6 Что его немедленно закрыли Но, может быть, конечно, журналисты нашей программы просто что-то пропустили или чего-то не знают Но вот то, что Чубайс фактически дал старт новой избирательной кампании И что именно он, Анатолий Чубайс, или его человек Будут через два года бороться с Путиным на выборах президента И что Чубайс, возможно, вообще рассматривает Путина как переходную фигуру Это все, как видим, сейчас даже не скрывается А Россия – это такая страна, где завтра, как известно, всегда начинается уже сегодня Избирательной кампании говорит и тот факт, что ХРАОС вовсю банкротит сейчас и забирает за долги лучшие российские заводы Особенно в Приволжском округе, где полпредом поставлен Сергей Кириенко В недавнем прошлом один из лидеров Союза правых сил И в Ленинградской области, где членом Совета Федерации недавно стал близкий друг Чубайса Альфред Кох Зачем РАОС Россия энергетикам завод боеприпасов имени Морозова и его многотысячный коллектив? В чьих руках находятся сейчас Приволжский Капролоктан и Нефтехим Предприятия, имеющие в том числе и оборонное значение Депутаты Государственной Думы безуспешно пытаются выяснить это сейчас с помощью своих депутатских запросов А схема приватизации очень простая Это предприятие, как правило, энергоемкое Чубайс повышает стоимость киловатт-часа Тарифы на электроэнергию для заводов тут же становятся просто неподъемными Они оказываются должниками РАОС России А потом включается механизм банкротства и через несколько месяцев, а когда и недель Неожиданно появляются новые хозяева Новые хозяева этих предприятий и их людей Будущих избирателей Создаем, создаем, быстро в спешке там предприятие банкротится Срочно надо направить туда управляющего И часто ведь в этих коллективах просто за голову хватаются Приходит вообще человек, не знавший этой отрасли никогда Ну думается, может быть он современный, действительно, менеджер, он все потянет Нет А как это может быть? Все это все понимают? Как бы разрешаем, получается? Любой депутатский запрос, парламентский запрос Когда касается РАО, начинается страшная буза Вот, это политические придирки к Чубайсу Это компания, которой мы мешаем развиваться своими бесконечными обращениями То к счетной палате, то к прокуратуре Люди не могут работать Но вы сами подумайте А как РАО говорит, что у нас нет денег на одно, на другое В то же время, значит, покупает РЕН-ТВ Я разные цифры читал Кто говорит 17 миллионов долларов Кто говорит 20 миллионов долларов За 40, Геннадий Николаевич? Ну вот видите, 40 миллионов долларов Это что? Это какое-то отношение имеет наша энергетическая компания? Нет Сегодня пресса вовсе уже рассказывает о том Как будет шестая кнопка, кем акционироваться Опять называется РАО Ну а если посмотреть гостиницы, предприятия Которые сегодня за долги искупают РАО ЕС То, вы знаете, это получается государство в государстве Господин Чубайс, почему и вот такие письма появляются? Он играет игру, которая одновременно является и политической И экономической И в значительной части вот эта вся политическая игра Она для него как бы защита А какое будущее у Чубайса ваш? Ну я думаю, что он хотел бы стать президентом, наверное Я думаю, что в конце концов может и пойти Когда... Сам? Огромное количество людей вокруг него, которые ему поют Это каждый день То есть наберет несколько миллиардов долларов Раздаст каждому голосующему по 10 долларов И проголосует страну? Я не знаю методов, но то, что такие амбиции вероятно существуют, они есть Депутаты рот откроют, тут же говорят, что нет, вы опять вторгаетесь не в свою функцию То есть я повторяю, из РАО ЕС сегодня сделали вот такую недосягаемую священную корову Которую трогать никому не разрешают Я в лоб спрашивал Михаила Михайловича Касьяна Вот вы тут разбирались с тарифами Всех этих компаний Я говорю, а был задан на правительстве вопрос Господину Чубайсу Сколько у него отвлеченных средств От основной деятельности? Ну что-то похожее звучало Я говорю, а премьер-министр сказал в жесткой форме Продайте РЕН-ТВ Продайте все, что не относится к вам Нет такого разговора, к сожалению, до сих пор нет Только когда вот уже кто-то даст нам, видимо, политическую установку Вдруг начинаются процессы, кого-то там арестовывают Хотя я против того, чтобы арестовывали по таким делам Потому что тоже выглядят, в общем, ну такие вот Как заказная политическая компания Надо расследовать спокойно огромное количество вопросов Чешский долг сейчас вызывает большие сомнения Премьер отмалчивается, а как вы думаете, что двигало Михаила Михайловича? Я не знаю этого, но то, что я видел, то, что я читал Может затмение? У меня какое-то Ну бывает, что надо же объяснить нации Почему наши народные деньги уходят, как чешский долг В РАОЕС Я думаю, что это нужно, безусловно, расследовать Я думаю, что Михаил Михайловичу нужно самому Заняться этим вопросом И объяснить просто свои поступки И объяснить по тем фактам, которые известны Доступны простым людям Сколько России на этом потеряла ваша оценка? Есть оценки, где разница где-то от 200 до 400 миллионов долларов И, конечно, когда никто не может объяснить Кому принадлежит компания Falcon Хотелось бы узнать состав акционеров такой компании Может, я тоже хотел бы быть акционером? История о том, как никому неизвестная в Европе фирма Falcon Была выбрана после визита Михаила Касьянова в Чехию Посредником между нашим премьером, то есть Россией И чешским правительством Самым коррумпированным в мире, как пишет на этой неделе New York Times По возвращению государственного долга России в Чехию А деньги, миллионы долларов, почему-то оказались не в Чехии А где? В РАУ и ЕС России Эта история еще будет, очевидно, иметь свое продолжение Если, конечно, этого захочет генеральная прокуратура страны Мы в Государственной Думе обсуждали эту тему И направили соответствующий запрос Я сейчас просто не помню, хватило ли у нас голосов для парламентского запроса По-моему, так и не хватило Нам представлены были справки Из справок было трудно понять вообще весь этот механизм Как это все делалось Потому что, если об этом говорит общественность Если по этой теме появились публикации В чем страшные публикации Правительство выступает сообщником с РАО Поэтому надо, конечно, чтобы это обратил внимание генеральный прокурор Вот вы ждете этой реакции от Устинова? Или уже не ждете? Она должна последовать Я сейчас говорю, я просто не помню Хватило ли нам голосов для того, чтобы парламентский запрос был официально оформлен от Думы Но роли не играет Один ли депутат этот запрос послал Или проголосовало 226 депутатов В любом случае, в прокуратуре должна быть эта тема очень интересная Два раза Государственная Дума этот вопрос адресовала счетной палате Счетная палата не усматривает в этой сделке криминал Ваш комментарий? Я вынужден верить в счетную палату У меня нет реальных материалов, реальных данных Для того, чтобы я мог сказать Счетная палата врет мне, врет Государственной Думе Врет президенту, врет всей стране Когда идут такие суммы бюджетных денег Это уже вопрос национальной безопасности Я согласен, но для нас А проверить счетную палату? Межведомственную комиссию создать по этому вопросу? ФСБ, МВД, счетная палата, депутаты Думы? Как просто? Не вижу такой проблемы с одной маленькой поправкой К большому сожалению Подобного рода комиссии в России не имеют никаких юридических полномочий Возьмите Христенко Который напрямую И к которому подчинены И который влияет на все электротарифы У меня нет слов даже для возмущения Откровенно говорю Когда им просто уже задают вопросы депутата Они уже не выдерживают Вы не адвокат РАО ЕС Он плохо объясняет, почему где-то что-то повышается Минут 10 доказывает, что он не адвокат К сожалению, я не заметил, чтобы правительство прислушалось Почему? Потому что Касьянов, Кудрин и Чубайс и Христенко Это одна компания? Ну, опять же, я бы так вопрос не ставил Ну и Касьянова нельзя туда Но я считаю, что здесь другая проблема Потому что господин Чубайс Я слушал, как он выступает, допустим, в Государственной Думе Все факты были изложены так Что как будто это просто победа и все чудо Там слезу пробивало Дума просто затаив дыхание Слушала, как он называл какие-то термины технические Которые, я думаю, что он тоже не до конца понимает Но это было так красиво сделано С таким пафосом и прочее Что все просто, извините, балдели Я задам такой вопрос Вот я сам себе его задаю Когда последний раз Касьянов встречался С руководителями думских фракций Я не могу вспомнить, когда Я встречался с ним год назад Когда я задал такой вопрос Пехнин и Володин Они вообще не встречались Почему так ведет себя правительство? Это правительственная фракция Это единство Ну, не встречались Вот Пехнин как стал председателем фракции Так он больше не встречался с Касьяновым Почему президент каждый квартал встречается Почему президент встречается с депутатскими группами А почему глава правительства не встречается? Есть вопрос в этом? Может, поэтому и поведение правительства в отдельных моментах труднообъяснимо. Если правительство будет примерно так себя вести, по их закону будет такой же ответ. А может быть и хуже. Отставка Ильи Клебанова, одного из единомышленников Чубайса с поста вице-премьера правительства, породила в наших газетах множество слухов. На самом деле, последней каплей стали, судя по всему, переговоры Клебанова в Индии о модернизации для ее вооруженных сил русского крайсера адмирал Горшков. Еще до визита Клебанова, Дели принял условия нашей страны, главной из которых – предоплата. Индия смирилась с тем, что мы России получим авансом 500 миллионов долларов. Однако, приехав в Дели, Клебанов уже за столом переговоров, когда все было готово к подписанию документов, крайне озадачил своих партнеров неожиданно, возможно, и для самого себя неожиданно, попросив не 500 миллионов, а миллиард. Очевидно, ему очень хотелось одним махом добыть для бюджета страны лишние деньги. В итоге переговоры были сорваны, подписание контракта отложено как минимум на год, а может быть и навсегда, а это – 4,5 миллиарда долларов. Но самое загадочное – это, конечно, звонок президента США Джорджа Вуша Владимиру Путину. Именно в тот момент, когда по нашему Белому дому опять в который раз поползли слухи о неизбежной мартовской отставке правительства, Чубайс и Касьянов оказались в Соединенных Штатах Америки, где вместо положенных по протоколу 10-12 минут Буш принимал Касьянову более 40 минут. И, как следствие, телефонный разговор двух президентов о будущем в мае визите Буша в Россию. Телефонный разговор, в котором Буш предположительно выразил свою озабоченность возможной корректировкой экономического курса в России. Хотя большинство наших политиков такое вмешательство в кавычках Америки в наши внутренние дела категорически отвергают. Я сомневаюсь, потому что это, а, бестактно, б, если директором был я, знаете, была такая рубрика, то я бы в любом случае, в любом случае отнесся бы к такой бесцеремонности крайне негативно. Вот давайте так, ну, видите, не все правительства так занимают такую кондовую позицию, извините за выражение, да? Вот тоже, когда мы работали с бюджетом этого года на 40 процентов, все-таки увеличилась социальная сфера. И когда мы начали в августе вместе работать с правительством, с тем же Кудриным, с тем же Грефом, мы же убедили правительство увеличить бюджетную часть почти на 110 миллиардов, медицину на 1 миллиард, и правительство согласилось с нашими доводами при нормальной работе. Мне приятно работать, допустим, с этим вице-премьером, который воздействие не выходил из Государственной Думы, спорил, доказывал, но в конце концов был принят нормально и вовремя сбалансированный бюджет. Но правительство ведь не состоит из одного Кудрина, да, или одного, а правительство это очень большая машина. Субтитры создавал DimaTorzok